Друзья, всем привет еще раз. Хотел бы сегодня запустить для вас один специальный формат. Дело в том, что у меня, так сказать, накопилось немало дел сканированных или выписанных из Грузинского национального исторического архива, которые касаются, в общем-то, конкретно черкесской тематики, Кавказа. Здесь огромная база этих дел, их прям, ну реально море, в котором можно утонуть, да. Поэтому здесь очень важно выбирать конкретную цель исследования, иначе ты просто теряешься в огромном количестве разного родных документов. И иногда я их публикую в своем канале на boost.ru, эти тексты, но очень тяжело дается людям заход на сторонние сайты, boost.ru, чтение там чего-либо, и часто соцсети их просто игнорируют сообщения, где прикрепляются ссылки на boost, да, на эти тексты. Вот, поэтому я решил сделать так, что тексты эти, конечно, будут опубликованы, там вот на канале boost.ru и ссылку я буду давать туда. Ну а здесь я решил добавить, разбавить, так сказать, эту тематику с комментариями, чтением этих текстов. То есть выписок из конкретных дел, архива, которые касаются черкесской тематики, так или иначе, истории, либо этнографии. И ради примера хочу свежее дело вам сегодня прочитать. Это не все дело, это просто такая вот выписка из него наиболее интересных кусков текста, которые мне показались очень важными. Почему? Ну, недавно все вы знаете, что прошел травменный день 21 мая, памяти жертв Кавказской войны, разного рода мероприятиями, и все, конечно, вспоминали вот эту трагедию, мухожирство, изгнание. И вот мне попалось как раз накануне на руки одно интересное дело, которое, в общем-то, так или иначе использовалось в книгах или документах в более раннее время. Да, и можно встретить в разных исторических книгах, посвященных именно Кавказской войне. Но, тем не менее, здесь вот как бы из первых уст, что называется, текст. И это дело номер 1184 фонда 416-53 под названием «Записка командующего Кавказской армией к военному министру о покорении горцев Западного Кавказа за 1863-64 годы». Всего там 15 листов, но мы все, естественно, читать не будем. Только то, что я выписал. Самое главное. По сути дела, здесь командующий войсками в конце Кавказской войны князь Михаил Романов, родственник Александра, императора Александра Второго, во всех подробностях описывает, что будет происходить и что уже произошло позже. В 64-м году, конкретно вот в последние дни Кавказской войны в районе Адлер-Сочи, Красная Поляна. Итак, изначально великий князь Михаил Романов пишет военному министру-генерал-адъютанту Милютину 10 ноября 1963 года такое письмо. Дословно, я его не с самого начала процитирую, а как бы так с определенного момента, потому что там вначале просто идет такая вот техническая между ними переписка, там они там уведомляют, кто кому когда что писал. И вот он пишет. Природа прибрежной полосы и привычки населения, ее занимающего, до такой степени не сходны с тем, что мы можем предложить горцам, то есть с жизнью в прикубанской степи, что большинство этого населения придется истребить оружием, прежде чем оно согласится исполнить наши требования. При таких обстоятельствах всего выгоднее для нас воспользоваться обнаружившимся стремлением этих жителей переселиться в Турцию. Они ушли бы туда, даже не выждав наступления наших войск. Но с одной стороны, недостаток перевозочных средств, а с другой неимение денег для уплаты за перевоз морем, удерживают горцев от переселения. Чтобы устранить эти препятствия, я приказал крейсерам не задерживать в море суда перевозящие переселенцев из горцев и принял меры, чтобы сделать это приказание из руки известным судохозяевам, занимающимся каботажным плаванием. Но как одного этого средства недостаточно для достижения цели, я считаю необходимым выдавать некоторое денежное вспомоществование во размере не свыше 10 рублей на семейство тем из непокорных горцев, населяющих прибрежную полосу, которые явятся в наши порты для переезда в Турцию. Меру эту я считаю тем более полезную, что она избавит нас преимущественно от таких личностей, которые отличаются своим фанатизмом и вредным для нас влиянием на своих соплеменников и ускорят окончание войны, а следовательно и уменьшат издержки с нею сопряженные. Соображения эти я имел счастье лично докладывать государю-императору в Левадии, в Крыму. Его императорское величество изволил одобрить и разрешил мне употребить на этот предмет до 100 тысяч рублей серебром из остатков от сметы нынешнего 1863 года. Ну там дальше они обсуждают еще вот эти вот моменты финансового характера, что там эти средства в общем-то не удастся сразу вытащить, потому что вот война еще идет, на нее большие затраты, что в Дагестане и получается вот в северном Азербайджане на тот момент, да, это территориях. Так называемое закатальское восстание произошло, нужны были средства для того, чтобы его подавить, там зачинщиков этих наказать и выслать, и на это были тоже потрачены средства, поэтому он намекает о том, что надо как-то вот изъять из других источников, а потом перерасчет сделать в 1964 году этих средств и так далее и тому подобное. Сразу скажу, что будут еще другие дела, в которых описывается, что действительно эти деньги были выделены и использовались для найма кораблей, для покупки какого-то минимума необходимого пропитания хлеба и каких-то тканей для переселенцев, но только тех, которые через официальные порты шли, которые вот фиксировались российскими властями. Сразу отмечу забавный момент, вот это старое мое видео, где меня снимал канал Южнее Южного, кажется, называется, да, где с таким дурацким названием, за что все адыги любят, там, что-то там, какого-то русского парня, какая-то дича такая была. В общем, я там рассказывал как раз-таки о том, что одной из причин вот этого массового ухода, то есть несогласия с российскими требованиями на переселение было в том числе и другое хозяйство совершенно, да, то есть приморско-горский тип хозяйства, он несовместим с равнином, он непонятен, там, другой климат, там, другая сезонность, которую надо соблюдать. То есть человеку нужно полностью перестроиться в совершенно другие условия хозяйственные для того, чтобы жить в Прикубане, да, если он жил до этого в горах. Поэтому большинство горных и прибрежных жителей предпочло умереть или уйти в Турцию, чем переселяться в Прикубанские степи, в которых они не умели вести хозяйство. Я просто помню хорошо, сколько было вот этих язвительных комментариев всяких вот, типа, что это за хрень ты несешь, такую глупость там, это вот вся фигня такая, вот. А на самом деле не фигня, потому что любой образованный этнограф знает, что это такое, что, какую важность имеет для людей повседневная их практика жизни. Как бы вот в сочетании, так сказать, взаимоотношениях с природой окружающей. Она имеет ключевое значение, а не то, как думают некоторые наши горе-историки. Так вот, ну, продолжим. Следующее письмо в этом же деле датировано уже 23 мая 1864 года, номер 113. Это через два дня после того самого печального парада Победы, окончания Гавказской войны, оброчащей Баада, на месте будущего селения Красная Поляна. Вот что пишет нам Михаил Романов, точнее не нам, а Милютин опять пишет, министру внутренних дел. Итак, здесь описывается подробно очень, что произошло накануне 21 мая, за несколько недель до окончания Кавказской войны. В отзыве моем, отправленном в прошедшем марте месяце после посещения Даховского отряда, то есть на северном склоне гор, я просил ваше превосходительство донести до сведения государя-императора, что невзирая на покорность, изъявленную депутатами от всех непокорных кавказских племен, я не мог считать войну оконченной до тех пор, пока войска наши не пройдутся по всем ущельям, обитаемым горцами, и не заставят их исполнить данные мне обещания. С этой целью я, согласно изложенному в отзыве моему предположению, направил, не пройденное еще войсками пространство южного склона, заключающееся между реками Сочию и Бзыбью, четыре самостоятельные колонны. Первый из 27 роткавказских линейных батальонов, кутаистского генерал-губернаторства, четырех подвижных орудий сухумской крепостной артиллерии и сотни цибельдинской милиции от Гагр в долину реки Псоу и далее вверх по этой реке. Замечу, цибельдинская милиция – это единственное, как бы сказать, подразделение, которое состоит не из российских войск, а именно из местных, так сказать, ополченцев в Абхазской цибельде, вот этой горной нанятой, нанятых, больше как проводников все-таки. Вторую, или десантную, из восьми батальонов кавказской гренадерской дивизии, четырех горных орудий, четырех сотен пешей милиции и одной из сотней кутаистского конно-иррегулярного полка под начальством генерала-лейтенанта князя святополк Мирского морем из Сухума к Адлеру и оттуда вверх по реке Мзымтя. Третью – генерал-майора Геймана из четырех батальонов, двух горных орудий, сотни казаков и сотни милиции от поста Кубанского, то есть это догомыс современный, вверх – парье Сочи и далее от верховья в Сочи параллельно главному кавказскому хребту через земли горных убыхов и общество Цвеже в верховье Мзымты. Четвертую из шести батальонов, двух сотен казаков и сотни милиции из верховья Малой Лобы через перевал главного кавказского хребта на юг, в верховье реки Мзымты. Все четыре колонны, следуя по указанным направлениям, должны были очищать край от местного населения и сосредоточиться в земле общества Ахчипсху, современное Ахчипсоу, есть такое местечко, занимающего весьма обширную верхнюю котловину реки Мзымта, с двух сторон окруженную снеговыми горами, а с других замкнутую еще более затруднительным лесистым хребтом, сквозь который прорывается река Мзымта, образуя буквально недоступное ущелье. Из всех колонн только первая встретила сопротивление, начав движение в первых числах апреля 1864 года, она разработала дорогу от Гагр в долину Псоу и в первых числах мая поднялась к верховьям этой реки, также вытекающей из замкнутой котловины, в которой жило хищническое общество Аибго, Аибго, знаете, такое местечко есть в Сочи, образовавшееся из беглецов разных племен и жившее исключительно хищничеством. Это вот такой нарратив постоянный, вот про хакучей тоже самое писали, то есть те, кто в более таких горных местностях скрывались, действительно у них же многие другие, к ним уходили в более труднодоступные места. И вот нивелировался полностью вопрос того, что они жили в первую очередь за счет торговли горными какими-то продуктами, лесом и медом, например, и шкурами, а не хищничеством. Ну вот выдавалось все именно таким образом, что исключительно они там такие одни лишь грабители. Такой имперский нарратив. Заградив теснину, в которую прорывается река Псоу завалами и сбрасывая на войска камни из утесов, горцы сделали совершенно невозможным дальнейшее наступление этой колонны без весьма чувствительных потерь. Остановка наступления и даже малейшее промедление могло отразиться весьма невыгодно для нас на соседних племенах, еще не тронувшихся своего места жительства. Поэтому я приказал отрядить от войск генерала-лейтенанта князя Святопол Мирского 12 род гренадер и две сотни милиции и направил их под начальством генерала-майора Бадыззатула по гребню хребта из долины Мзымты в тыл, занятый горцами Теснины. Движение этой колонны положило конец сопротивлению и общество Аибга уже выселено на берегу моря. Успех здесь одержанный и одновременное с ним появление колонны генерал-майора Грабе, спустившегося уже 12 числа с главного хребта, вынудили жителей Ахчипсху, до тех пор еще остававшихся в своих аулах, выйти к морю. К 18 числу через хребет, замыкающий Ахчипсовскую котловину, с юго-восточной стороны окончена была вьючная тропа, и 20 мая в середине котловины Ахчипсху сосредоточились все четыре колонны, вступившие сюда по четырем разным направлениям. Таким образом, в настоящее время уже на всем Западном Кавказе не осталось более ни одного непокоренного общества, и война Кавказская окончена. Если нескольким десяткам отдельных семейств или бездомных бродяг и удалось скрыться от наших войск в обширных лесах и мелких горных ущельях, то они будут уничтожены обыкновенными военно-полицейскими мерами или самим населением нашим и не потребуют военных действий. Из числа горцев, изъявивших желание переселиться в Турцию, осталось в различных пунктах берега уже не более 30 тысяч душ в обеего пола. Число уже переселившихся в Турцию в течение зимы и весны можно считать между 200 тысячами и 250 тысячами душ. Из них 160 тысяч душ вышли на Анатолийский берег. Даже он тут не скрывает, что куда-то у него потерялись примерно от 40 до 90 тысяч человек. Число оставшихся у нас и водворенных на Кубани абадзехов, шапсугов и натухайцев простирается до 40 тысяч душ обоего пола. Успешное окончание Кавказской войны покорением Западного Кавказа ставит меня в обязанность спросить ваше превосходительство и сходатайствовать для меня высочайшее разрешение, независимо от представления главных деятелей и наиболее отличившихся, представить к наградам части войск, участвовавшие в покорении Западного Кавказа, а также войти с представлением о награде всех, кто будет признан достойным в таком же размере, в каком разрешено было в 1859 году за покорение Восточного Кавказа. То есть взятие Шемеля и его закончение той части войны. Ну, что можно сказать? Кроме вот этой такой имперской шовинистической риторики про хищников, бродяг и прочее, которая очень свойственна была чиновникам, здесь он, конечно, привирает насчет цифр, потому что даже... Я потом еще опубликую, значит, есть материалы, где сами чиновники очень подробно расписывают вот этот процесс переселения, и там очень удобно прописано это не как-то какое-то такое условное число людей переселившихся, а там подсчеты ведутся. То есть русские чиновники смотрели, сколько потратили денег на найм кораблей, на снабжение хлебом переселенцев и так далее. И исходя из этого, там и более точные числа, и более точные цифры расходов на этих людей, на их переселение видны, и там цифры в разы больше, конечно, в разы больше. И при этом эти цифры не учитывают те, кто выселялся в другие годы, ну, скажем, неофициально, да, то есть через неподконтрольные Российской империи, порты или какие-то вот места, где переселение шло неподконтрольно, да, там договорились с какими-то турецким перевозчиками, он их тихонечко забрал где-то и все. То есть здесь очень такая сложная история, тем не менее очень важно понимать, что вот это как бы глазами того человека, который покорял, который, собственно, пришел с войсками и ими командовал, вот он так это увидел, те события того времени. И он же, кстати, еще одно примечательное письмо, спустя несколько месяцев после окончания войны, 14 августа 1864 года, пишет. В настоящее время пространство юго-западного склона Кавказа, лежащее между укреплением Константиновским, то есть Новороссийском, и Гаграми, за выселением горского населения остается почти пустым. На всем этом пространстве лишь от укрепления Константиновского до реки Туапсе водворяются в настоящем году казачьи станицы, а на остальной части этой приморской страны только расположены войска, содержащие посты в прибрежных пунктах и занимающиеся разработкой дорог. Войска эти не могут содержать под непосредственным наблюдением всего прибрежного пространства юго-западного склона Кавказа, вследствие чего турецкие кочермы имеют возможность приставать всюду и вне надзора могут беспрепятственно высаживать с различными целями прежних жителей гор, что, конечно, не может быть допущено ни под каким предлогом. Для устранения могучей произойти недоразумений я признал необходимым дозволить иностранным судам и турецким кочермам приставать к северо-восточному берегу Черного моря только в тех пунктах, которые непосредственно заняты нашими войсками и где, следовательно, можно иметь более или менее строгое наблюдение за приходящими судами. Такими пунктами назначены Геленджик, Устерики Пшады, Вулана, Джубги, Джубга они его называли, Джубга это уже 20 век, Шапсухо это Лермонтово современное селение, Ту это Ольгинка селение сегодня, Нечипсухо это сегодня селение Новомихайловское, Туапсе, Псизуапсе это сегодня Лазаревское селение Сочи, Шахе это селение Головинка, Посткубанские при Усте Дагомыса, соответственно Дагомыс современный и, наконец, Устерики Сочи и Мзымты, то есть Адлер. На всех этих пунктах либо устраиваются станицы, либо учреждены береговые посты. По объявлении этого распоряжения с теми судами, которые будут приставать или направляться к прочим пунктам побережья, будет поступаемо на основании существующих постановлений и с особенную строгостью в тех случаях, когда на этих судах будут найдены нынче выселившиеся в Турцию горцы и всякие беспаспортные бродяги. Уведомляя об этом ваше превосходительство, прошу исходительствовать высочайшие государя-императора соизволение на утверждение сделанного мною помянутого распоряжения, которое и было утверждено императором. Заметьте, через три месяца, спустя три месяца даже после войны, когда уже войска стоят в определенных пунктах побережья, все равно бесконтрольно происходит передвижение вот этих людей через турецкие лодки. То есть, что уж говорить, во время переселения, во время войны, еще в те годы, последние 62-й, 63-й, 64-й год, когда очень много бесконтрольного именно пространства было, которое использовалось для выселения черкесов в Турцию. И понятно, что цифры, которые мы имеем официальные, они отражают лишь одну сторону дела. В общем, такой вот документ, я его опубликую на Boosty.to, будет ссылочка, я даже не в описании, а прикреплю в комментарии, закреплю ссылку на Boosty с текстом. И напишите, пожалуйста, в комментариях обязательно, вообще нравится ли вам такой формат, интересно ли вам слушать именно в таком вот в аудиоформате архивные документы исторические, ну и этнографические тоже будут касательно именно северо-западного Кавказа. Если будет интересно, то мы дальше продолжим в таком же направлении, потому что документов действительно много, и они все интересные очень. Вот. Кому понадобятся оригиналы из того, что я заказывал в сканах, я, если что, по требованию смогу прислать с ссылочкой для скачивания. Ну, не все они, я не все их сканировал, какие-то документы, как вот этот, просто было несколько интересных листов, я их вручную выписывал, так или иначе, со ссылкой на конкретный источник. В общем, пишите в комментариях ваше мнение, отзывы, понравилось, не понравилось, и будем продолжать, если что. На этом все, до новых встреч, всем пока. Пока.